Портрет балерины Елизаветы Корзинкиной знаменитый живописец Валентин Серов нарисовал практически одной линией. Художник не досказывает ее образ, опуская излишние детали и сосредотачиваясь на главном. Такое прочтение образа – частый прием русских художников эпохи модерна, чью графику представили на выставке символы модерна. В экспозиции работы, созданные на стыке 19-го и 20-го веков. Есть тема, посвященная театру, посвященная прошлому, посвященная женщинам. У нас здесь довольно много женщин. И поэтому здесь, собственно, объединены все вот эти образы модерна. И поэтому выставка, хоть и не очень большая, но она очень полная и она все работы, собственно, дополняет друг друга. В экспозиции работы таких именитых живописцев, как Бенуа, Коровин, Врубель, Кустодиев. Особое место уделено работам выдающегося художника Михаила Нестерова. Все эти творцы объявили мерилом красоты саму красоту, а не реальную действительность. В экспозиции, в том числе, зарисовки к театральным декорациям, наброски будущих полотен. Это помогает зрителю понять, как создавались картины. И, наконец, мы могли увидеть вообще картины, которые разработки, также картины, собственные произведения какие-то самодостаточные, которые я никогда не видел. Мы большинство этих художников по тем же причинам привыкли видеть в качестве живописцев. Когда мы встречаем их в работе с другим материалом, то мы находим в старых художниках, в знакомых художниках, в великих художниках, какие-то очень свежие вещи всегда. Все работы предоставил Башкирский художественный музей. Его руководство обещает скоро привезти в Самару и другие уникальные коллекции, в том числе работы основоположника футуризма, поэта и художника Давида Бурлюка. И в 2021 году мы снова можем быть в Самаре для того, чтобы показать все те коллекции, которые есть в нашем собрании. В первую очередь, конечно, Нестеров, который был тоже очень близок к Модерну. Символы Модерна можно будет посмотреть до середины декабря. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Василий Колдашов. События.